привет меня зовут динар я совладелец компании доброй традиции у нас очередная наша рубрика сегодня мы также готовим дома готовим ппшки вместе с вами но у нас будет сегодня новый гость я его хочу уже пригласить к нам зовут его владимир мой очень хороший друг поприветствуем владимира володя смотрите какой большой красивый сразу весь весь кадр сразу весь кадр занял владимир нам нужно общаться вот сюда представлю владимира владимир отец двух прекрасных детишек директор агентства опять клиент ребята круто продвигают в авито поподробнее наверно володя нам потом расскажет вот сейчас я да когда покушает вот володя сегодня я немножко расскажу про наш проект еще раз вот мы будем вот так собираться с интересными людьми нашего города готовить пп продукты я буду вас знакомить с этой культуры будете развиваться буду знакомить с нашей продукции а вы будете рассказывать нашим клиентам про свой бизнес потому что большинство из наших подписчиков это наши клиенты такие же предприниматели как мы с тобой у них есть свои насущные проблемы которые сейчас возникли во время изоляции карантина и так далее вот вы будете делиться своими лайфхаками как вы применили свои умения знания как выходить из ситуации данная ситуация возможно кому-то это будет полезным и так волосы сегодня мы готовим пирожные из араксовой пасты с с джемом без сахара без сахара на кокосовой муке шеф у нас будет лили она будет нам говорить что сегодня делать лиля что мы делаем первый берем наш хит продаж это россия паста араксовая паста классическая основной плюс кокосовой муки а она не содержит глютена раз у нее очень низкий гликемический индекс она конечно не из бюджетных не из бюджетных но если брать ее по гигроскопичности допустим 1 стакан пшеничной муки равен 1 3 стакана кокосовой муки она очень гигроскопичный хорошо набухает придает пышность продукту и в желудке тоже она как сытность придает это в качестве сахарозаменителя возьмем виноградный пигмес тоже до послать что же у низкий гликемический что такое расскажите такие всякие умные слова красивые виноградный пигмес это сироп который получается путем уварки фруктов или ягод данном случае это из виноградных ягод происходит уварка водяная часть упаривается остается фруктозная часть так отличный сахар заметься сегодня мы его попробуем писать основу у нас будет это арахисовая паста а где-то этот рецепт можно будет потом найти рецепт мы выложим под постом и рецепт также будет выложен под видеороликом на ю тубе на ю тубе ну первый традиционный вопрос вот руководитель агентства опять клиент вот как ты к этому вообще пришел всегда ли ты этим занимался или был какой-то у тебя жизненный путь и ты в конце решил что вот как ты решил что ты будешь заниматься именно автоматизации ну смотри надо на начать самого начала вот явно на всю свою сознательную жизнь когда начал работать я все временно занимался продажами начиналось все с компании такой замечательный медиамарт в где моя карьера началась именно в продажах где проработал достаточно долго и продавал такой достаточно сложный продукт но мне было вообще вся мелочевка которая есть от батареек заканчивая большими кронштейнами там у всякой истории вот и товар был по всему магазину и мы там учились продавать тот товар за которым никто не идет в магазин соответственно мы его потом закрыли этот медиамарт компания закрылась потом я про работу потом мы запускали свой проект проект без денег мы договорились синема парком на предмет того чтобы продавать их рекламные площадки вот продавать их рекламные площадки повесили туда экран точнее то есть даже не так мы нарисовали картинку фотошопе как будет выглядеть экран и побежали по рекламодателям быстренько продали на 300 тысяч рекламы вот купили на эту всю историю проектор купили колонки повесили и иные уже запустили какой-то какой-то production туда какие-то ролики пошли вот но потом случился первый кризис по моему это 14 год был вот когда все начали резко сокращать рекламные бюджеты уже тогда я понял что медийная реклама она ну это первое что сокращают уходят все в контекст и там онлайн какие-то сервисы до локальной соответственно после этого я попал в компанию 2gis дубль гизда в простонародье и уже там я пришел туда на должность руководителя группы продаж то есть у меня была там маленькая группка продаж с нуля от собрана а ушел я оттуда как раз таки из должности уже коммерческого директора почти там три года проработал вот понял как продавать то есть соответственно у меня был опыт и в холодных продажах и в пассивных продажах и в теле в телефонных продажах уже был какой-то опыт наработался после этого я поработал где-то года полтора наверное я работал следующий этап мы профессиональной продажной деятельности я работал и продавал нефтяное оборудование летал почти началось ну как сказать ну конечно получалось просто он цикл сделки год минимум вот начали чек большой да и именно цикл сделки очень огромный поэтому ты люди нужно было лететь через всю страну куда-нибудь в какую ухту ради 15-минутной встречи просто поздороваться здрасте там еще и потом улететь но тогда я понял насколько огромная наша страна насколько разные в ней живут люди вот и там ну реально было очень интересно когда-то прилетает в какой-то условный газпром наш и там сидит начальник департамента ты будешь насколько это большой человек потому что у секретаря и секретарь понимаете но мне наверно там помешало что я не знал техническую часть потому что ты приезжаешь какой нибудь снипи научно-исследовательский проектный институт где вся история разрабатывается до приходит купите вот это пожалуйста у меня они сейчас цитирую первое что мне запомнился я цитирую не какая ковернозность вашего пакера я гру и тут я гру не на я гру нет они все нате мальчик 50 рублей и иди отсюда чтобы мы тебя больше не видел первое время это вот так вот и происходил так и заработал свои 50 рублей 1 до 1 50 рублей в нефтяной нефтяной ну конечно не 50 рублей мне никто не предлагал естественно учил учил матчасть какую-то я понял что это не мое цикл сделки слишком длинный и я пошел в ту сферу которую понимал лучше всего это реклама вот познакомился с моими действующими бизнес-партнерами по авито по вот этой команде чем мы сейчас занимаемся мне показали продукт который был на тот момент готов там процентов на 80 я быстро понял как его продавать и вам в первый же день я закрыл две сделки просто по телефону вот и я понял что это прям клевая штука и все с этого все началось и так владимир у нас занялся размешиванием арахисовой пасты и кокосовой муки если всегда называли вова бетономешалка поэтому я могу это делать долго или сколько подсластителя нужно добавить 150 грамм меньше добавить как вино 100 120 грамм подсластителя в виде виноградного сиропа давайте сейчас я вам выдам ложечки такие формочки есть у нас и мы будем слоями выкладывать свой выложим и отправим в холодильник чтобы он немножко под замерз морозилка да у нас этот пирожное будет полностью то есть мы его не будем готовить в печке он будет чисто через заморозку а толщина итак мы формируем из получившиеся массы арахисовая паста кокосовая мука и виноградный пигмес из него мы формочку выкладываем первый слой сантиметровый дали ребята обратили внимание почему паста такая ярко-желтого такого приятно оранжевого цвета может быть обращали внимание так скажем у наших партнеров у наших конкурентов паста бывает такая светлого цвета вот я я поясню почему так потому что все сладкие сорта арахиса а мы применяем только сладкие сорта они имеют вот такой естественный желтоватый такой близкий к оранжевому цвету оттенок вот это свидетельство о том что это арахис дорогой сладкого сорта и вот тот сорт который мы используем он самый дорогой в мире считаю сорт раннер называется вот если вы видите что арахисовая паста светлого цвета такая молочная белеса и так далее молочная белеса и так далее этот арахис он дешевого качества это чаще всего бывает там узбекский таджикский и так далее у меня даже не падает а следующий слой чего он идет понятно сейчас очень красивый продукт это че ну я немножко дополню рассказ владимира потому что знаю его довольно давно по секрету скажу все базовые звонки все базовые какие-то скрипты отработки и так далее которые используют наши менеджеры это ставил нам помогал свое время ставить владимир владимир это все дело у нас поставил на ноги начинал дальше мы уже все это отработали в принципе сейчас мы работаем без каких-либо скриптов работаем от души работаем просто с пониманием клиента и по большей части мы сейчас просто продаем эксперт на свою по продукту у меня вопрос сервис опять клиент я думаю мало кто его знает немножко можешь рассказать его принцип работы да конечно ну мы и клиентам на самом да быть полезен мы клиентам особо про сам сервис не рассказываем почему потому что клиентам важен именно основной продукт сервис опять клиент это именно программная составляющая это именно софт который позволяет там размещать большое количество объявлений на авито но если говорить суть наши клиенты те кто у кого товар продается на авито и кому необходимо автоматизировать систематизировать эту работу и сделать так чтобы получать заявок сильно больше оттуда вот потому что 80 процентов клиентов и конкурентов наших клиентов авито не используют а клиентов там сильно много особенно по многим нишам вот поэтому мы приходим показываем эту рекламную площадку показываем сколько там есть денег и как правило одну цикл сделки достаточно быстрый происходит и ну типа вот вот есть площадка вот есть клиенты на площадке вот они покупают каждый день но не у тебя покупают давай работать значит смотрите первый слой отправляется на заморозку на 15 минут теперь будем готовить второй слой для этого нам понадобится низкокалорийный джем без сахара мы используем юми джем апельсин с имбирем апельсин с имбирем будет для для зимы дал такая штука для весна такая согревающая и такая антибактериальная тема 7 ночи и володя вот чем они расскажу немножко про 7 ночи чем они полезны почему они пользуются такой популярностью среди сторонников здорового образ жизни 7 ночи содержит себя очень много протеина по сравнению со всеми злаковыми там самое большое количество растительного протеина это 1 белок это белок второе 7 ночи очень гигроскопичная то есть впитывает себя очень много влаги соответственно они собирают свою лишнюю влагу из организма и ее выводят и соответственно набухая в желудке они создают еще такое значит чувство удовлетворения и сытости или а что-то у нас добавили мы добавили кокосовым молоком и сейчас увидим как как раз чем будет потихоньку впитывать влагу и превращается таким и корку такую красивую я думаю многие уже замачивали че знают что он начинает слегка так знаете подмыливаться набухать постепенно всасывает постепенно всасывает себя влагу набухает так или мы сейчас всю банку выкладываем джем уже начинает набухать видим они такие становятся вот вы сейчас не видите на 7 ночи чуть-чуть начали замочить где-то 5-6 часов они вообще получается как икринки семена че замоченные в кокосовом молоке мы опрокинули в чашу с нашим джемом лили сейчас их тщательно перемешает можно если что-то сделать то я сегодня как как оратор больше что все это перемешиваю до однородной массы обрати внимание мне доверили оружие я пока а что уже делать вот так как там ситуация по-разному две минуты как там ситуация по-разному где-то было где-то прибыло в каких-то сферах действительно просадка сильная но какие-то сферы вообще взлетели настолько что там действительно огромный рост и огромное количество клиентов прибавилось опять же это связано с тем что огромное количество магазинов закрыта вот а у людей потребности куда не делась естественно куда идти если человек хочет сэкономить либо купить какие-то выгодные предложения не идут на авито естественно авито поэтому многие ниши приросли они же достаточно много но чего греха таить первое это антисептики перчатки маски но маски продавать сейчас нельзя их продают под другим соусом но и все равно продают продается много там вот этой всей истории особенно в москве особенно ваших городах и вот вся вот эта история там ну просто сумасшедший рост нам звонков поступает по вот этой истории но каждый день много чтобы продавать вот эту всю историю вот то есть в данной ситуации ваша компания остался выигрышем потому что многие из за того что закрыты специализированные магазины начали искать эти продукты на авито спрос возрос соответственно возрос спрос на автоматизацию от продавцов соответственно вы получили новый так скажем у продаж именно 1 лет я бы я бы наверно соврал если бы сказал что это так нет какое-то количество клиентов действительно остановилась у них стал бизнес просто мы сейчас пытаемся перри в переформатироваться и там перестроиться на другие рельсы понять просто как это вся история работает естественно у нас были клиент с которыми мы работали два года три года и естественно они начинают уходить не потому что не с нами не хотят работать а потому что ну тупо они за комплектующий из китая не приходит там или не знаю там отгрузка или производства встала там что-то закрылись а вот такие клиенты а их тоже достаточно много с которыми мы сейчас работаем ну реально вот у нас буквально вчера был клиент который нам позвонил а сказал то что помыть нижнего новгорода у которого который занимается производством косметики для волос у нее полностью стали продажи у начал производить антисептик для рук но это прям здесь но это прям грустно но это прям грустно да вот и вот ну вот таких историй много на самом деле тем временем у нас из морозилки подоспел первый слой нашего пирожного пирожного успел уже застыть теперь мы выстилаем туда второй слой смесь из семян чья кокосового молока и джема а хочешь секрет давай небольшой я на прошлой неделе разбирал балкон нашел там кучу хлама который накопил за эти годы я правда берешь за неделю за неделю я на авито продал детский беговел два домкрата чехлы на передние сиденья вот я тебе про что и говорю вся бы ушка все что конечно бушки сейчас выстраиваются целые бизнесы расскажи вот ну например насколько я знаю это не мой кейс это я где-то вычитал он касается авито оставляем сверху еще пять миллиметров под следующий слой давали резине мнение все хорошо может есть целый слой допустим клиент выстроил бизнес на том что он скупал бы у велосипеды скупал бы у велосипеда как правило их продают задешево вот их ремонтировал и заново оставлял на вид все весь бизнес и он дошло до того что он скупил в своем регионе вообще все велосипеды был их просто не было больше разбирали ну да конечно вот но что спрос на бу велосипеда есть ну как бы в сезон он всегда есть поэтому вот ну вот так вот выстраивать на ремонте холодильник у меня есть там компания кто занимается ремонтом холодильников до видит вы видите да ну я их скажем так я консультирую потому что они там и без меня в принципе неплохо справляются вот они занимаются тем что они агрегируют заявки на ремонт холодильников для то есть они сами ремонтом не занимаются они занимаются тем что находит мастеров и продают им заявки вот по сути они создают такой своего рода леген да 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 вот то есть они тоже отстроили там и пол трекинг они отстроили ну то есть они понимают как писать объявления правильно мы им там помогали ну то есть есть там ниш огромное количество и через авито ты говоришь про беговела там продаются такие вещи которые вообще в жизни не думал что будут продаваться то есть аэродромные плиты ко мне клиент пришел бы давай продавать аэродромный плит стал был и зашел кустал было линии электропередач он от их продает от 8 штук я думаю но не будет вашей звонков учет у нее две тысячи запросов контактов в месяц ну понимаешь да ты ну раз можешь думать чаще тем занимается стол был лэпчик продает в авито в авито в авито ребята то есть ну ладно у нас продолжение что уже третий слой третий слой как глазурь машину расскажи пожалуйста это шоколад домашний весьма заранее а там рецепт будет как вот это да 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 обязательно вообще в самом описании видео я у нас будет ссылка на аккаунт владимира он самом описании видео под под видео мы попробуем еще видео встроить ссылку на его инстаграм все кто продает товарку через авито или кто-то заинтересован хочет продавать начинать про обращайтесь к владимиру он расскажет как это все автоматизировать как обогнуть конкурентов как закидать их объявления своими чтобы в топе показывали столько ваше объявление заранее мы приготовили шоколад из какао из какао масло кокосовое масло как для подслащения для густоты мякоть фиников это мы также блендером все перекрутили это было в прошлой нашей передаче просто нашем прямом эфире мы делали конфеты из фиников и покрывали их вот таким домашним шоколадом я буду мешать а володя нам еще что-нибудь раз володе будет нам мешать а володя будет нам мешать своими рассказами в общем если кто-то хочет построить свой бизнес попробовать на авито пишите я могу даже в качестве бонуса дать нижняя на 60 тех которые гарантированно летят в кризис вот и даже дам наверное шаблон продающего объявления люди наверно смогут сами написать и счет уже какие-то заявки получить хорошо вид хорошо я еще раз повторю это только для тех кто в прямом эфире сейчас можно кто по видео обратиться непосредственно к владимиру скажет я смотрел ваш эфир владимир значит даст шаблон продающего объявления в авито и плюс 60 ниш которые которые гарантированно работают в кризис сейчас который гарантированно будут работать в кризис для лиля мы перемешали у нас получилась вот такая однородная масса шоколад плюс а рация паста заливаем вот тогда я сейчас залью свою шоколад сам прям по поверхности растекается им ровным ровным третьим слоем запах вообще настоящего натурального шоколада потому что здесь ничего лишнего ни грамма сахара здесь натуральное какао-масло холодного отжима натуральный какао финики так все мы покрыли все три формочки третьим слоем блин выглядит просто бомбически или теперь что мы с этим делаем и замораживаем но надо будет часа два поэтому мы уже выложу фотографии а вы можете пообщаться пока что довольно какие можно создать рекомендации предпринимателям мелкие у нас наши клиенты это мелкие предприниматели в основном у них либо там один-два максимум три магазина но я не уверен то что мой опыт может здесь пригодится но мой опыт это мой опыт что мы сейчас сделали мы просто перед полностью переключились на холодные продажи вот переключились на холодные продажи работаем вот вот в этом направлении если говорить про продукты ну наверное самое лучшее это подглядеть у конкурентов смотреть как кто перестраивается и стараться делать так же может быть лучше и всегда идти навстречу своим клиентам это самое главное то есть смотреть на сильных в рынке смотреть у них делать еще лучше смотреть их слабые места и усиливать их у себя потому что кризис закончится клиенты останутся именно с теми клиентами с теми пар подрядчиками кто с ними был вот именно вот в этой тяжелой ситуации поэтому мне на мой взгляд лучше сейчас что-то потерять там пойти к лентам на встречу чем потом остаться у разбитого карета но это вот мое мнение опять же ну и последний вопрос будет ли это продукты интересной будут ли к продукту интересно по если мы будем продавать на авито или допустим вот наши клиенты будут продавать на вид тоже урбечь но надо тестировать с учетом того что это недорогая категория я не готов сейчас назвать цифры но это недорого надо тестировать и опять же нужно самое простое надо спросить ваши покупатели а искали боли они на вид из и ищут ли там и все как мне подсказали еще еще заказу через авито да ну вот значит надо тестировать потому что это канал там клиентов очень много на есть такая история самый главный наверно факт авито ложится ну то есть сайт перестает работать но раза четыре в день потому что это самый высоконагруженный сайт в россии то есть на 34 миллиона пользователей ежемесячно туда заходят вот и а он не ложился так вообще никогда то есть о чем это говорит это говорит о том что приток видим или единомоментный настолько высокий что просто сайт не выдерживать нагружки если среди этих посетителей ваши клиенты я не знаю но наверное есть наверное есть вот спасибо спасибо сегодня мы с тобой потрудились на славу надеюсь то что мы сегодня говорили как по полезное питание было полезно как для тебя так и для наших подписчиков слушателей спасибо вам за вашим твоя информация тоже будет спасибо вам друзья если что пишите я чем смогу обязательно помогу пока пока